Всем привет! Меня зовут Людмила и сегодня мы будем с вами собирать цветок камелии из фоамирана 2 миллиметра. Вот такой цветок я сегодня покажу как будем делать на нашем мастер-классе. Для создания цветка нам потребуется шар пенопластовый диаметр 12 сантиметров, кусочек трубы 16. У меня вклеено сантиметров наверное 4. Я взяла побольше чтобы хорошо входил в трубу. Плотенько стояла 13 сантиметров, можно поменьше. Можно также вклеить это если вы будете одевать на 26 трубу. Можно также вклеить 32 полипропиленовую трубу, если собираетесь одевать ваш букет на 20 трубу. Клеевые стержни, сам пистолет, ну и выкройки. Шаблончики у вас будут под видео. Выкройки все я сделала заранее. Можно использовать конечно уже готовый конус. Высота от шара, я использую половинку шара, да, обрезала. Высота от половинки шара получается у меня 15 сантиметров. Вот эта часть конуса. Я просто обрезала полоску фоамирана, сделала ее по диаметру шара и приклеила таким образом. Это все у нас будут прятаться. Так, что мы делаем дальше? Самые маленькие выкройки первые, их две штучки, мы будем отклеивать вот так по кругу, ровно на уровне, с нашим конусом. Не выше, не ниже, прямо ровно. Отклеим первым вот так лепесточек. Сначала примеряю верхушку, потом прикладываем. Хорошо, плотненько держим, чтобы у нас все хорошо отклеилось. Дальше мы сейчас будем заводить второй размерчик лепестков. Есть три штучки у нас. Следующий размер клеим между нашими двумя лепестками первого ряда. На этом же уровне ровно, но чуть-чуть мы будем отступать. То есть мы не прикладываем полностью, не приклеиваем, как в розе. Мы делаем чуть-чуть отступ. То есть я сначала промажу вот здесь бока, а потом подклею низ лепесточка. подклеили низ, подклеили здесь бока. Но еще чуть-чуть мы вот так чуть выше бока подклеим. Вот так у нас должно получиться. Не вот так открыто, а вот так. Я решила попробовать сделать камелию с фоамираной. Из-за завона я уже делала. И игралась с аэрографом. Посмотрим, что выйдет на выходе, когда соберу цветок. Со второй стороны точно так же, ни выше, ни ниже, будем заводить второй лепесток. Так по кругу получается с трех сторон клеим второй ряд. Точно так же делаем отступ не впритык, но на одном уровне. Обязательно смотрим, чтобы у нас было не выше, не ниже. Строго, ровненько, вот прям четко, ровно должно все быть у нас. Подклеиваем низ. Четыре лепесточка. Как я начинаю клеить? Вот вроде у нас как незаконченный стык двух лепесточков. Вот отсюда я начинаю. Здесь один нахлёст просто, здесь незаконченный как бы стык. Вот отсюда начинаем. Здесь мы уже будем чуть-чуть побольше отодвигать. Точно так же. Примерилось. Все на одном уровне. Примерила. Вот здесь промазала, потом низ. Пример. 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 Возвращение. Следующий ряд мы уже будем немножко открывать. Клеим вот между двумя этими недоклеенными как бы лепестками, они не дошли и получится у нас напротив лепесток, напротив лепестка. Прикладываем, здесь уже у нас будет чуть-чуть повыше, если приложить вот так, то где-то на сантиметр выше предыдущего лепесточка. Сейчас покажу, вот как здесь как раз у нас до конца шара, но мы уже будем приоткрывать, уже пониже капаем клеем. Примеряем. И прижимаем. Вот так у нас лепесточек уже идет на открытие. Клеим вниз. Пошли дальше. Вот у нас получается лепесток идет напротив лепесточка. Второй точно так же. Приоткрываем уже. Бока. Уже чуть пониже я наношу клей. Примеряем. напротив нашего второго лепесточка, ровненько, чтобы у нас все было. Я решила тонировку первые лепестки, которые у нас окутывают серединку, пустить снаружи, а вторые, которые уже на раскрытие, пустить с этой стороны. Примеряем. Приклеили. Клеим серединку. Край. Третий. Также будет напротив. Ориентируемся по нашим выемкам серединки лепестка, чтобы не шли ровненько. Точно так же. Смотрим. У нас лепесточки идут один за одним. И, опять же, у нас только один лепесток. Между вот один. Как бы они не дошли. Это наш ориентир. Начинаем следующий ряд. В каждом ряду у нас есть вот такие два лепесточка, которые как бы не нашли друг за друга. Следующий ряд начинаем еще больше открывать нашу камелию. Будем клеить между лепестками. Тогда следующий ряд у нас получится как раз напротив этих будет расположение. Их, конечно, очень много видов камели. Я делаю такую. Вот видите, уже больше открываем. Точно так же. Клеим низ и потом самый низ. Примеряем. Фиксируем низ тоже. Так все четыре лепестка по кругу. Открываем. Клеим только наши низ кончики. Таким. 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 добавим еще один ряд. И все наши зазоры. вот эти вырваются. Последний ряд я буду делать из пяти лепестков. Я всегда перед каждой склейкой примеряю лепестки в любых цветах. и смотрю. Достаточно мне количество четыре штуки или все-таки потребуется пять. А так как широкие у нас разрывы между лепестками мы будем делать их пять штук. Также берем любой лепесток между лепестками или ориентируемся на предыдущий ряд. И ставим ровно напротив него. И идем по кругу. Точно так же низ. Не самый низ. А потом уже подклеиваем самый низ лепестка. Вот здесь. Когда вы клеите только снизу вот здесь и потом подклеиваете серединку, лепесток у вас поднимается вверх. Именно как нам и надо. Лепестки мы здесь вообще никак не формируем. Только вырезали. Фен нам в этом цветке не нужен. Клеим четвертый лепесток также напротив через ряд. И уже посмотрим в деле пятый лепесток нужен нам или нет. Чтобы сделать более пушистую еще можно добавить один ряд. Но мне для этого цветка достаточно. Теперь придется собрать куст. Вам останется сделать только чашелистики. И наш цветочек готов. Делаем чашелистики. Чашелистики я нашла в интернете у Камели очень маленькие. Хотя их очень много сортов. Я делаю пять штук. Я нарезала такие полосочки-квадраты. Сейчас вам скажу размеры. 10 на 10. Я обрезаю уголочек. Так как ромбиком делаю. Чуть-чуть более закругленные делаю. Пузатые. Не сильно тонкие. Не узкие вернее. Чашелистики всегда стараться подклеивать очень аккуратно. Потому что на темной Эве очень видно следы клея. И очень тяжело потом его убрать. Фон на чашелистики плотнее чуть-чуть, чем фон рулонный китайский. Поэтому я держу чуть больше. Вот так у меня получилось сзади. Вот такая Камелия у нас получилась сегодня. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А. Older